Мы упали туда, вот до сих пор в воде пришли. Эту канаву здесь вырыли специально, чтобы от нас избавиться, уверены жители цыганского поселка близ деревня Леженки Орловского района. Цыгане жалуются, детей на улицу выпускать страшно. Лезут, словно там медом намазано. А мы прыгаем. Через яму? Да. Не боитесь? Да, мы нет, маленькие дети прыгают. То ли дело раньше, жили себе не тужились, сетуют цыгане. А разве что изредка местной власти нет-нет, да и грозили раскатать цыганский табор по бревнышку. Да, говорили, все надо снести. Я не знаю, что делать. Вот какие-то люди приехали на машине, да, сказали, что из Платоновки или откуда, а я не знаю. Мы не грамотные, мы не читать, не писать, я не понимаю, что они говорят. И что сказали вам? Сказали, что нас нужно выстерять, потому что мы живем незаконно здесь. Сотрудники энергетической компании претензии встретили крайним недоумением. Эта траншея спасает цыганам жизнь, говорят они. Ведь местное хитросплетение проводов и ветхие электросети – давняя головная боль сотрудников экстренных служб. С противопожарным ликбезом огнеборцы приходят в табор раз в квартал. Основное нарушение здесь – это эксплуатация, нарушение правил эксплуатации электропроводки, печное топление, неисправность, то есть отсутствие притопочных листов. Но результата – ноль. Одна надежда на новый кабель. В настоящий момент проводятся работы по реконструкции воздушной линии 10 кВт фидера номер 5 от подстанции Куликовская. Данная работа направлена на улучшение качества и надежности энергоснабжения жителей данного населенного пункта. Ромалову вообще грешно жаловаться, негодуют местные власти. На произвол судьбы представителей кочевого народа мы, мол, не бросаем. 165 детей в этой общине. Родители получают денежные пособия детские, чернобыльские, едовые. Хотя даже это та еще головная боль. Проблема в том, что людей с паспортами здесь раз-два и обчелся. Но даже при этом цыганам пытаются помочь. Многие из них не имеют вообще документов, удостоверяющих личность. Мы проводим определенную работу с учетом их уровня знаний, познаний русского языка. Оказывается всевозможная помощь. Они приходят к нам на прием. Мы помогаем им заполнять заявления, проводим проверочные мероприятия. И в случае возможности документируем их российскими паспортами. Впрочем, конфликт затух так же быстро, как и возник. Через несколько минут по приезду нашей съемочной группы в поселок приехал цыганский барон. Ну, у нас все нормально. Вот сколько мы здесь живем, присутствуем. И вот зампредседателя здесь никто не нарушает, никто не пьет, никто не ругается, никто не дерется. Все нормально, все хорошо. С ромалами, сеющими смуту и недовольными прокладкой кабеля, главный по цыганам обещал разобраться. О настоящей подоплеке конфликта табора с энергетиками остается только гадать. Продолжение следует...